Всем привет! Приветствую всех на моем канале! Это моя двоюродная сестра Лиэль. Кто не видел, то мы начали наше путешествие по Бершеве. Приехали вчера и остались здесь ночевать. И поэтому решили выехать с утра вместе с Лиэль и показать вам полностью весь город, потому что я уже снимала Бершеву, но это была Бершева взгляд мой из детства. И сейчас вот вам житель Бершевы, человек, который здесь родился, который здесь живет. Поэтому сейчас мы выезжаем в небольшое путешествие. И хотя на часах всего лишь 10 часов утра, сейчас уже 34 градуса, поэтому будем стараться максимально вам все показать. В путь? Поехали! Сейчас перед нами находится университет имени Бен Гуриона, один из крупнейших университетов в Израиле. Он был основан в 1969 году с целью развития пустыни Негив, которая составляет более 60% территории Израиля. Создание университета было целью жизни как раз-таки премьер-министра Давида Бен Гуриона, который верил, что будущее страны лежит именно в этом регионе. Еще в 1962 году Давид Тувияу, это первый мэр города, выдвинул предложение основать в Негиве университет. И спустя год Технеон, Еврейский университет и Институт Вайтсвана стали проводить лекции в Бейершеве. А в 1965 году в университете под названием Негивский институт высшего образования открылся первый учебный год. В 1969 году правительство официально распорядилось создать на основе института университет, который был открыт в 1970 году. Согласно рейтингу университетов мира Q-Est 2016 года, университет имени Бен Гуриона занимает 320 место в мире, 70 в Азии и 4 в Израиле. Сейчас мы приехали в такой торговый центр большой под открытым небом. Вот видите, разные магазины за нами. Сейчас суббота. Кстати, в прошлый раз мне писали, почему так мало людей на улице, потому что мы приезжаем сюда в субботу. И здесь работает здесь что-то? Я думаю, только кафе Суперфарм. Суперфарм – это там продаются всякие косметики, все, что нужно для дома, что касается шампуня, туалетика и так далее. Да, вот я вижу, есть какое-то кафе, работает. Ке паса? Ке паса. Здесь Мисада. Вот, а магазины, да, здесь в субботу остаются закрытыми. Вот такой большой, дальше туда продолжаются еще магазины. И здесь также еще развлекательные центры, да, есть? Здесь, в субботу. В субботу. В субботу. В субботу? На всех магазинах написано, что нужно мерить температуру при входе, надевать маску, держать дистанцию 2 метра и обрабатывать руки дезинфектором. Вот так вот. Это производство израильское, как я уже сказала. Производится здесь недалеко от города Бершевы. Ну да, Рада, наверное, сколько? 30 ехать, меньше, даже 20. 50 ехать, больше, больше, больше. Вот, а сейчас дальше покажу вам, хотя все закрыто, но уже все готовятся к новому учебному году, поэтому для школьников и для самых малышей здесь вот такие сумки со спайдерменом, с принцессами, с единорогами, с футболистами. Кстати, сумки, да, довольно-таки дорогие. Вот такая вот сумка стоит, сейчас покажу, 250 шекелей. Ну, здесь она с пайетками, все украшено, то есть для того, чтобы собрать ребенка в школу, стоит это довольно-таки немало. Такие вот маленькие сумки, 70 шекелей, бутылка воды, 25 шекелей. Здесь у нас продолжение школьной темы. А вот здесь можно прорезинфицировать бутылки. Так, так. Я думаю, что так. Что-то вышло? Н буква. Нет? Н. А, закончилось. Чтобы не касаться, то есть ты как, подожди, ты подносишь просто, по идее что-то должно выйти, но закончилось. С левой стороны находится сейчас больница сорока. И, конечно, для русскоязычного уха сорока это название птицы, но сорока это фамилия. Итак, рассказываю про больницу сорока. Как я уже сказала, названа она не в честь птицы, а в честь Моше по фамилии сорока. Это первый административный руководитель больничной кассы Клолит, который сыграл важную роль в создании больницы. И вот было решено назвать больницу его именем. Я все время говорю больница, хотя это медицинский университетский центр, который поддерживает тесную связь с университетом имени Бен-Гуриона в Негеве. И кампус медицинского факультета располагается на территории этой больницы. Сорока это третье по величине медицинское учреждение Израиля. В ней 1151 койка и она занимает 286 дунамов земли в центре города Бейершевы. Интересный факт, родильное отделение в больнице Сорока самое плодовитое в стране. В нем рождается более 17 тысяч детей в год. Благодаря таким объемам деятельности медицинский персонал обладает уникальным опытом и профессионализмом на уровне как национального, так и международного стандарта. Здесь находится один из крупнейших онкологических центров, который построили, кстати, совсем недавно. То есть вот это отделение, вот это здание серое, именно там, не серое, да, получается у нас такого кремового цвета. Там проходят тоже исследования, которые касаются онкологической сферы. И там находится отделение онкологических больных. То есть вот вы видите, это целый медицинский городок. Вот мы его проезжаем и сейчас мы поедем еще прямо. И вы посмотрите, насколько он большой. Сегодня Бершева это уже не маленькое поселение в пустыне Негев. Это большой развивающийся город, который сегодня связан с скоростными трассами с Тель-Авивом. И, например, от Бершева до Тель-Авива можно добраться уже за полтора часа. А до нашего города Решон-Лицона можно доехать за 50 минут, ну или за час. Также есть поезд, который связывает Бершеву с центром страны, с севером страны. То есть очень много плюсов. В городе действует Бершевский театр, крупнейший в Негеве. Есть симфонический оркестр Бершевы. Также есть Негевский музей искусства. В 2013 году был открыт интерактивный научно-просветительский музей «Парк науки Караса». И очень-очень-очень много плюсов в этом городе. Но днем ранее, когда мы прогуливали с Лель по их району, она сказала очень важную вещь. И это, наверное, самый большой минус города Бершевы. Это близость к сектору Газа. И она описала те чувства и эмоции ребенка, который живет в городе Бершевы. Что он ощущает и что он чувствует. Послушайте. Вот этот белый? Да. Это меклац? Это меклац? Это меклац. Вот здесь есть меклац. Вот здесь, видите, пример того, как бомбоубежище, вот это белое. Оно построено не внутри дома, а во дворе. Да, во дворе. То есть не все встраивают. Вообще, это, на самом деле, очень дорого построить в доме такую комнату. Но, когда люди в Бершеве особенно покупают дома, они, конечно, это в обязательном порядке делают. Думаю, на этом мы с вами попрощаемся с Лель. Не забывайте нажимать на колокольчик, подписываться на канал и будете получать уведомления о моих новых видео. До встречи. Пока-пока.